Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Деяний святых апостолов». И сегодня мы будем читать девятую главу этой книги. В этой главе рассказывается об обращении ко Христу гонителя Саввла, будущего апостола Павла. Саввл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, то есть христианскому учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. То есть Саввл, который дышал угрозами и убийствами на первых христиан, он не удовлетворялся тем, что гонения были на христиан в Иерусалиме, он хочет перенести эти гонения из Иерусалима в Дамаск, тоже одна из крупных еврейских диаспор. И он получает письма от первосвященника, которые подтверждают его полномочия, что он может там взять христиан и привезти в Иерусалим. Надо сказать, что Дамаск — это очень знаковое для христиан место, потому что именно в Дамаске верующего Иисуса Христа впервые начали называть себя христианами. Третий стих и далее. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Саввл, Саввл, что ты гонишь меня?» Надо сказать, что в Ветхозаветной традиции повторение имени человека — это одобрение человека. А почему же в случае саввлом, гонителем христиан, мы видим удвоение его имени? Сам Христос говорил, «Наступят времена, когда убивающие вас будут думать, что с ним самым они служат Богу». То есть он был ревностный о Боге, но ревность была не по рассуждению. Он думал, что, преследуя христиан, он служит Богу. Поэтому здесь происходит то, что происходит. Саввл, Саввл, то есть Господь оценивает его религиозные дерзновения, и Господь уже видит, каким ревностным апостолом он станет. Иоанн Златоуст называет Саввла арфой Духа Святаго. Саввл, Саввл, а вот здесь уже недоумение, что ты гонишь меня. Он сказал, «Кто ты, Господи?» Очень странный вопрос для еврея, иудея. Все иудеи верили в одного Бога, главная заповедь Израиля. «Шмай, Сраэль, Адонай, Лакейну, Адонай, Ихат, слушай, Израиль, Господь, Бог твой есть Господь единый, Адонай, Ихат, Господь един» — это основополагающее положение иудаизма. А почему же верующий в божественное единство спрашивает, кто ты, Господи? Если бы язычник спросил, кто ты, Господи, мы могли бы предполагать, что он хочет узнать, а кто из богов к нему явился на пути? То ли это Зевс, то ли это Меркурий с крылышками на сандалиях, или кто-то еще. Но когда евреи, которые верят в единого Бога, спрашивают, кто ты, Господи, резонно задать вопрос, а что он хочет узнать? Он хочет узнать, с каким именем Бог пришел к нему. Помните, когда Бог отправлял Моисея к еврейскому народу в Египет? Моисей спросил, вот я приду, а меня спросят, а как имя Бога, который послал тебя? То есть, с каким именем Бог послал тебя? И Сабал, который спрашивает, кто ты, Господи, он хочет узнать, с каким именем Бог встретил его. Потому что в имени Бога всегда заключена какая-то концепция Бога, отношение Бога, исходите вот к этой ситуации. то ли это Господь Саваоф, Цабаот, Бог воинств, который будет поддерживать Савла в борьбе с христианами, как он мог предполагать, то ли это Адонай, господствующий, владыка, превознесенный, то ли это Эль-Шадай. Он хочет узнать, с каким именем Бог остановил его на пути в Дамаск. И было десять основных имен Бога, и сотни имен Бога нарицательных, но десять основных, и иудеи знали эти имена. «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожда». Господь открывает ему имя, которого он не знал. «Я Иисус» по-еврейски, «они Яшуа, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожда». И Саввел узнает это новое имя Господа, то самое имя, которым сказано, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись, кроме спасительного имени Иисуса. Он, то есть Саввел, в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» здесь Саввел называет Иисуса четырехбуквенным именем Бога, Господь, которое оно означает только Творца мира. «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо надо делать». «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя, Саввел стал с земли и с открытыми глазами никого не видел». То есть ослеп. «И повели его за руку и привели в Дамаск, и три дня он не видел и не ел и не пил». Что произошло с ним? Если человек из темной, темной комнаты зайдет в ярко освещенную, потребуется некоторое время, чтобы его глаза привыкли к свету. И он пребывает в посте, и три дня он не видел и не ел и не пил. Это был строгий пост. Он наложил его на себя. И далее. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему «Анания». В отличие от Саввла, Господь однажды произносит имя Анания. Он сказал «Я Господи», то есть «Аниашем». Господь же сказал ему «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую». То есть Саввл уже вышел на эту прямую улицу «И спроси в июдином доме Торсянина по имени Саввл, он теперь молится». Но мы знаем, что он не только молится, он и постится. «И видел видение мужа именем Ананию», то есть «тебя видел», пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. А Анания отвечал «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему «Иди, ибо он избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Господь уже определил, что Саввел будет Павлом, апостолом Иисуса Христа, первоверховным апостолом Иисуса Христа. Но Господь сказал ему «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал «Брат Саввл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, к которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа». И тот час как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился и, приняв пищи, укрепился. Здесь мы видим, как на учении Божьем Анания не видит уже в Саввле врага, а приветствует как брата. И был Саввл несколько дней с учениками в Дамаске и тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. А кто его допустил проповедовать в синагогах? Так у него же письма были от первосвященника, что он может выступать в любой синагоге. Он теперь пользуется своим служебным положением. И все слышавшие удивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести первосвященников. Для них это было еще более непонятно. А Саввл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Саввл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Ученики это самое первое само наименование христиан, но позже они будут называться христианами. Саввл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, то есть к другим верующим в Иисуса Христа, но все боялись его, не веря, что он ученик. От него все шарахались. Это главный враг был, христиан. Потом он сам будет рассказывать о себе, что он влачил за волосы и женщин и мужчин, верующих в Иисуса Христа. А Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он, то есть Савв, видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил так же и состязался с эллинистами, то есть диспуты стал организовывать, состязания, а они покушались убить его. Ну, от отсутствия аргументов. Обычно несогласия религиозные между людьми и кто-то начинает переходить на личность, это значит, у него иссякли все аргументы. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и перепроводили в Тарс, когда узнали, что его хотят убить. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Святого Духа умножались. Далее. Случилось, что Пётр, обходя всех, пришёл и к святым, живущим в Лиде. Там нашёл он одного человека именем Эней, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Пётр сказал ему, Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тот час встал. И видели его все живущие в Лидии и в Сароне, которые и обратились к Господу. То есть этот Эней становится исцелённым, а через чудо его исцеления люди обращаются к Богу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит Серна. Ну, все еврейские имена это говорящие имена, и они как-то переводятся, что-то означают. Даже имена Божьи в еврейской Библии это все говорящие имена, они тоже что-то означают. Она, вот эта Тавифа, Серна, была исполнена добрых дел, творила много милостынь, случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Её омыли и положили в горнице. Вот указание на то, что мёртвую надо омывать и класть на почётном месте в горнице. «А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Пётр находился там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Пётр, став, пошёл с ними, и когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними». Ну, ничего особенного эта Тавифа Серна не делала, она просто вязала вещи и раздавала людям. Но это в глазах Бога была её цедака, её форма благотворительности. Поэтому Господь попустил, что Пётр пришёл туда, Пётр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал «Тавифа, встань!» Пётр как бы говорит «Ты так нужна этим людям! Зачем ты умерла? Встань! Как эти вдовицы будут жить без тебя?» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села он, подав ей руку, поднял её и призвав святых и вдовиц, здесь как бы святые и вдовицы на один уровень поставлены, но имеется в виду те вдовицы, которые после начала вдовства уже не помышляют о новом браке. «И призвав святых и вдовицы поставил её пред ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа, и довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника». Итак, мы сегодня окончили чтение девятой главы книги «Деяния святых апостолов». Это очень интересная и красивая глава. И если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать десятую главу этой удивительной и по-настоящему пасхальной книги. Спасибо.